Подожди, а что ты такие фотки не выкладываешь в телегу, в инстаграм где-нибудь? Мама, стоп, Канн! Ребят, как вы видите, Милана реально все время сидит в телефоне. Я сегодня решил просто взять у него телефон и полазить там, посмотреть, что она там такого вообще скрывает и показать вам, что находится у Миланы Филимоновой в телефоне. Давайте прямо сейчас пойдем попробуем к ней в спальню, я конечно не знаю, может быть она будет сопротивляться, но мы попробуем все-таки это сделать, поэтому let's go, пойдемте со мной, пробовать вместе будем с вами. Мы это делаем прямо в Милан Фире, прямо камера идет, я иду прямо такой, знаете, сейчас тем временем, папа, нет, я скажу, нифига, я твой папа, будет 18 лет, потом уже будешь, а сейчас нет. Она как раз сидит в телефоне прямо сейчас. Милан, мне кажется, ты сильно сегодня долго сидишь в телефоне. Тебе кажется, папа. Нет, мне не кажется, я все время прохожу и ты постоянно в телефоне. Ты в такие моменты просто проходишь. Не знаю, ты даже в ванне в телефоне, ты даже сидишь завтракаешь в телефоне. Ты что, за мной следишь что ли? Ну не слежу, но так замечаю, дай-ка мне твой телефон, пожалуйста. Ну что, заглянем, посмотрим, что у нее в телефоне. А что ты не сопротивляешься, интересно? Думаю, что мне нечем скрывать даже. Только в телеграмм не заходите. Мы зайдем везде, подождись, топар, нет. Мы зайдем везде, и в телеграмм, и ватсап, и во все группы. Давай, давай. Я хочу посмотреть, я хочу подписчикам показать, что у тебя в телефоне. Ладно, давай. Все, садитесь, давай, посмотрим. Мне сама интересна, даже проще, чтобы мы смотреть, держим. Ну что, давайте полазим у Миланы Филимоновой в телефончике и заглянем, что же у нее интересненького есть. Так, какие фото. Иди назад, иди назад. В бассейне. Вы видите, какая частная информация, ребята, вы такого не видели. Да, папа. Подожди, а что ты такие фотки не выкладываешь в телегу, в инстаграм где-нибудь? Мама, стоп камеру. Несмотря на то, что у Миланы было мега против. Мы все равно это покажем. Мы продолжаем. Так, ладно, дальше лазим. Так, что ты тут, Лаки фотографировала? Я не могу понять. Господи, что он такой грязный у тебя? Да, я говорю, я не сфоткал, очень чумажен. Ты что, его хотела в колодец скинуть, что ли? Он сам смотрел, когда я его фоткала. Или он у тебя реально в колодце побывал? Вон, вот в ригу грязные фотки. Офигеть. Ты собаку кинула в колодец? Да нет. А почему он такой грязный? Капец просто. Это не собака, это свинтус какой-то просто. Он просто землю копал. Так, ладно, лазим. Что тут у нас дальше? Это вот Пасха. Это на Пасху было. Кстати, да, мы в телеграме выкладывали. Я уже видела. Так, это кто такие? Объясни мне, пожалуйста. Это Мстинзи. Какие-то люди непонятные здесь. Это чей глаз? Это Соня. Это... Это чьи глаза? Я забыла сказать. Продолжаем дальше смотреть запрещенные фотки. Глаз Миланин, кто хотите поближе. Давайте рассмотрим его. Глазное яблоко Милана. Что там у тебя в глазу? Подожди, ничего не видно сейчас. Да вообще ты в бок смотришь, смотри на меня. Да... Не отвати глаз туда. Ты не издеваешься? Ну, потому что я в твой глаз смотрю. А я в твой... Я вижу там, ну-ка. Какаху. Так, ладно, ребята, давайте... Покажи мои оценки, чтобы все знали. Это оценки, которые рисует сама себе Милана. Смотрите, 5, 4, 4, 4. Даже почерк видно ее, 5 с плюсом. И она гордится этом в лайке, в телеграме. Это неправда, потому что она их рисует сама себе. Нет, ты можешь посмотреть, смотри. Ты просто даже видно, что это я рисую, потому что это прям, ну, текст. Ну, вот смотри, ты такая нарисовала, и потом такая, господи, что же я сделала. Как я могла, я сама себе оценки нарисовала. Маникю расценивайте. Так, ребята, а это кто? Это с моим провожатым следом. Это вот первый мой вожатый. Нифигасе, у тебя есть ухажер. Как его зовут? Да папа! Какой наш? Я не понял. Либо я, ну, никто не читаешь. Сколько ему лет? Да папа, ты издеваешься? Не знаю. Это просто вожатый. Смотри мне, вожатый. Что ты сделал с ним, ребята? Это что такое? Это не Лаки. А кто это? Это левая фотка. Он реально в помаде? Да. Так, продолжаем. Что это? Объясни мне, пожалуйста. Это я на глазниц фотку. Что вы вытворяете, а? Милана. Ужас какой. Так, ладно, ребята, давайте выходим из фоток. А то что-то я боюсь, там перебор дальше будет. Так, ребят, давайте дальше смотреть, что же у нее в телефоне. Да, ну, простите, немножко переборчик. А давайте посмотрим, что у нее в лайке в черновиках. По-любому в черновиках есть какие-то видосики. Кринж. Тут даже Матвей есть. А что, ты его снимаешь? Да, срабочевая. А как ты снимала, скажи мне, пожалуйста? Телефон ты где-то в зубах, что ли? Вот так. Я и мой подбородок в это время. Ну, это же как? Это вот так? Да. Нет, подожди, это вот так вот. Да, да. Ладно, ладно, я вот так держал. Лайфкапе от Миланы переворачивалась. Лайфкапе от Миланы, я понял. Что такое взахлеб, скажи мне, пожалуйста? Взахлеб, это, короче, страшная история. Рома схватился. Ты можешь прочитать с самого начала. А кто это пишет? Это страшная история. И зачем он вообще согласился? Димон, больше никогда не буду забывать походу. Ладно, неужели все так плохо? Короче, тут страшная история. А кто это пишет? Бот. Ну, типа, просто история озвучивает. Короче, смотри, как нужно делать. Берем, допустим, дом лесника. Вот, допустим, выходишь сюда. Ой, нет, я хочу слушать трейлер. Допустим, так. Нет, давай, вот, аудио просто так. Вот, смотри. Двенадцатый апреля, восемнадцать часов двадцать три минуты. Гроза надбирается. Вот, смотри, что такое. Кажется, дождя не избежать. Кто-нибудь зонтик взять додумался? Или хотя бы дождевит? А я говорил, нужно было брать палатки. Короче, вот. Прикольно. Да, ну, прикольно, да. Аудио-сказки, короче. Да, да, да. Только аудио-страшилка. Да. Ну, тут все страшилки, прикольно. А подожди, а тут можно книжки читать? Они слушают какую-то ерунду. Тут можно читать. Непонятно. Ну, что это такое, объясните мне. Пять миров, страж. И все картинки какие-то, блин, трешовые. Ну, это и не страшно в истории. Это ужастики, ты же говоришь. Да. Ну, я не знаю, нафига ужастики? Я в детстве не смотрел ужастики. Ну, а я смотрела. Зачем себе в жизни загонять и так много-много страхов? Я смотрела, очень странно дела, это не читается, как ужастики читают. Так, ладно, объясни мне, пожалуйста, что... Ну, посмотрите, папа, смотри за то, что у меня есть очень странных дел. Вот. Что за дела? Очень странные дела. Ну, это же прикольно. Да у тебя вся комната в постерах, вон, покажи, смотри, у тебя все там все обвешено. Это мало. Капец просто. Тут все самое красивое. Так, а давай зайдем тебе в ВК. Что у тебя в ВК? Ну-ка, давай глянем. Ну, ребят, обязательно подписывайтесь на Милану ВКонтакте. Что у тебя есть интересно? В Черновике есть какие-нибудь ВКонтакте? Ты с кем-то переписываешься? Ну, иногда отвечай на комментарии. Там, посты в кладбул. Мы стопанулись смотреть, что у Милана в телефоне, знаете почему? Потому что мы не можем записывать экраны. Знаете почему? Мне все переполнено. Потому что переполнен телефон, просто переполнена память. Так что сейчас они, знаете, чем занимаются? Чисткой. И мне приходится перезагружать даже телефон после чистки. Так, где у тебя еще можно полазить? В ВПНчик установлен. ВВПН тебе нужен для того, чтобы в Телеграм, в Инстаграм... Да знаешь, сколько ВПНов? Мне вообще два фига читаем, сколько ВПНов. Раз, два, три, четыре. Так, давай в Инстаграм зайдем в черновички. Ребята, заходим в лайк уже черновики. Посмотрели, что у Миланы в черновиках в Инстаграме? Двигай меня, чтобы я тоже видела. Ну, афель можно. Что у тебя тут? Стори спать? Так. Черновики вот сюда сходят. Риус. Вот черновики. Черновики. Ой, офига себе у тебя тут... Да, мне не застут. Обалдеть! Подожди. Так вот почему у тебя вся память забита в телефоне. Мы не можем даже видео записать на экран. Нужно не будет черновить тебе на руках. Невозможно загрузить из черновиков, разжарать техническую ошибку. Нельзя восстановить. А почему? Ты, походу, долго держишь видео, он сам потом Инстаграм его даже в мусор удаляет. Смотри, вот только последнее видео. Вот отсюда получается, вот отсюда. Изменить, изменить нажмите. Если что у меня нет лимита, я его сама себе ставлю, чтобы меньше ночью сидеть. Но я вот на ручке. Да. А зачем тогда его ставить? Не знаю. Это было вообще в прошлом году. Я не могу понять, зачем снимать видео, а потом его держать в черновиках. Ты думаешь, что ты его выложишь, а на самом деле это кринч? Так просто выкладывай его. Ну это кринч, останавливайся. Молодежи какой-то... Милан, ты вообще какая-то некомфортная. Вот мне надо, чтобы ты была комфортная. Сядь. Вот мне кажется, тебе должно комфортно сидеть. Мне нравится, когда комфортно. Ты отстиваешься. А ты какая-то некомфортная вообще. А сейчас у молодежи кринч, и это уже не модно. Уже нужно говорить комфортно. Вот, солна папу комфортная. Так, присоединяйся. Мне очень, девочки, комфортно. Заглянем в комфортный инстаграм Миланочки. Включим комфортное видео. Всем становится комфортно. Что, у тебя некомфортный папа? Да. Какой уж есть. Ладно, я на этом заканчиваю. Лазить я в телефоне. Знаете что, продолжу к вам задавать вопрос, потому что если хотите, чтобы я еще более масштабный по лазированию в телефоне, напишите в комментариях. Я сделаю это еще раз. Ну, либо попрошу Веронику. Но, тем не менее, мы это сделаем, ребят. Поэтому ставьте лайки и пишите в комментариях, чтобы у вас все было комфортно. Всем удачи. Пока-пока. Я побежал отсюда. А то мне некомфортно. Блин, уйди отсюда. Некомфортная какая-то ты. Я тебе сейчас таких люлей надам. Что тебе комфортно не будет, е-мое. А что вы смотрите? Вырубайте. Эй, гайз, зажигай, звук она вернит. Раскачай, пусть все знают, мы здесь не одни. Шми лайк, делай хайп, двигаться начнем.